Приветствую всех дорогие друзья Рад вас всех видеть И сегодня у нас немцы Вы просили меня сделать видео про QF Run Но при этом начнем мы с VFW Или VFW Ну тут как хотите называйте Это тоже ТашСАУ Из того же типа САУ С открытой рубкой Которая обладает мощным орудием В этой рубке При этом защищенность экипажа Оставляет желать лучшее Но есть одно немаловажное но И там и там Несмотря на то что брони мало Именно как раз это и становится Главной причиной Почему бы не поиграть на этом Когда мало брони Снаряд не взводится И конечно да вас могут убить пулеметами Но при этом когда серьезные противники Могут вас раз за разом Просто насквозь прошивать Не нанося серьезных повреждений Это довольно забавно Потому что данные тачки Бывает лучше танкуют Чем действительно защищенная техника На этом боевом рейтинге Если вы спросите меня Что живет лучше Тигр или VFW То я отвечу что VFW А вы так уйдете не узнав что Тигр сосет Вот Если мы говорим про данную аппаратину В контексте сравнения с другими САУ То на ум приходит только Флаг 8.8 Арийский Цербер И больше то и ничего Ну и вот естественно британец Который является по сути прямым конкурентом Так что мы про него В следующий раз А сегодня начнем с немца Итак Чем же выделяется данный аппарат Тем что на 5.7 В боевом рейтинге Он имеет крайне серьезное орудие С великолепной скорострельностью Это Флаг 41 88 мм пушка И чтобы вы понимали Масштаб Трагедии У Тигра КВК 36 Это совсем не то орудие И у Королевского Тигра Это КВК 43 Тоже не совсем то орудие Но вот оно уже куда Ближе к тому что есть Собственно По сути Флаг 41 Это зенитная пушка И она практически такая же Как и орудие Королевского Тигра Только у того Боевой рейтинг куда выше Пробиваем мы на данном Боевом рейтинге Какие то дикие цифры 230 мм брони в упор И 216 мм брони На дистанции в 500 метров При этом у нас Отличная баллистика Полета снаряда В 1000 метров в секунду И довольно неплохая Взрывчатка внутри В количестве 110 грамм В тротиловом эквиваленте Но Это все цифры На деле Несмотря на действительно Хорошее пробитие И неплохую Настильность И скорость Полета снаряда А значит Стрелять удобно С уроном Бывают Дикие тупники После того Как сделали обновление С этими объемными снарядами Происходит дичь полная Они абсолютно сломали Взрывчатое вещество В этих снарядах И в данном случае Мы можем спокойно По легким танкам По которым снаряды Взведутся Не найти серьезного урона То есть Снаряд с более чем 100 граммами взрывчатки Довольно крупнокалиберный Попадая в легкий танк Типа Т-92 Была ситуация такая В лоб Не пробивает ему Нормально трансмиссию Взрывается в ней Не наносит Никакого серьезного урона 92-ка такая А? Чё? А вот! Стреляет в ответ И мы ловим халбрейк Да Это то самое редкое явление Когда В FW Может словить халбрейк Но Что ж поделать Естественно Такое Переживается очень тяжело Здесь Можно в оправдание Добавить Только то Что перезаряжается Орудие очень быстро 5,2 секунды На моем Экспертном экипаже На асах Будет 5 секунд Это супер быстро Практически быстрее всего На уровне А уж орудия Аналогичного По скорострельности И мощности На такой удобной платформе Найти будет тяжело Хотя С удобством Тут я немножко загнул Вертикальные углы наведения От минус Жалких 3 градусов До 90 Наверх Так как по сути Это ж Зенитная платформа Естественно Стрелять по самолетам Не получится Ибо скорость Поворота башни 7 градусов в секунду Это очень медленно Это очень Очень медленно И Вам нужно знать Откуда появится противник Иначе вам Сильно Не повезет Ну ладно Хоть не как У Ахильеса 2,5 или 3 градуса И то Спасибо По крайней мере Вести какую-то Движущуюся цель Можно И это уже неплохо При этом Естественно Вертикальных углов Вниз Вам будет Постоянно Не хватать И Вам будет Крайне тяжело Нормально Как-то Растележиться На местности В этом случае Чтобы стрелять Однако Можно пользоваться Лайфхаком Спуская морду вниз И стреляя В общем-то С хорошими углами Именно наведения вверх Противник вообще Офигеет Когда такую раскрытую розочку Бутоном Увидит к себе Лицом Ну в нашем случае Верхом Конечно В общем ВФW имеет Некую вариативность Хотя бы Использования Так что Знаете Лучше Сползать с холма Чем на него Забираться Когда будете Забираться Стрелять нормально Не получится Теперь перейдем К главной фишке ВФW Это его бронирование Отсутствующая И живучесть Здесь Наверное Мне даже стоит Немножко Показать Продемонстрировать Брони Как видите Вообще Никакой нет Особенно В верхней части Если по нижней части Еще снаряды Могут взвестись Себы тут 20 миллиметров То Вот Борта 14,5 И Противопулеметный Там щиток У нас Существующий В 12 миллиметров Броней Конечно Не взводят Вражеские Боеприпасы Они могут Взвестись Только о Казенную часть Орудия И другие элементы Этого орудия Ну Что ж поделать При этом У нас Большое количество Экипаж Двое в корпусе Четверо Сидят Около орудия Его обслуживают Это заряжающий Командир Наводчик Еще один заряжающий Дополнительный Естественно Живучесть Которая достигается Кривым Халбрейком Большому количеству Экипажа И невысокому Бронированию Ну Она бывает Поражает Если противник Стреляет вам Не в корпус А по верхней части Аппарата Пытаясь уничтожить Там казенник Или наводчика То Ну Скорее всего Вам будет нормально Вы иногда Даже успеваете Починить казенник Орудия Его Ломают часто И 20 секунд Постояли Подождали Вас в это время Обстреливают Убивают вам Дальше одного Из заряжающих Ну и вы Просто даете Ответочку Короче Иногда Живучесть Данных аппаратов Удивляет Халбрейк работает Через одно место Плюс опять же Ну вот здесь Только казенник Он тупо не срабатывает Надо стрелять В нижнюю часть корпуса Либо кумулятивом Все будет зависеть От боевого рейтинга На какой вам повезло попасть На 5-7 Кумулятивов мало Попадайте к 6-7 Там они уже появляются Не в таком Большом количестве Но Словить маслину можно И не стоит Воспринимать Эту живучесть Как какую-то Поразительную Не забывайте Любой самолет Вы отправляетесь в ангар Сразу же Арта В ангар И пулеметы Тоже довольно быстро Лишают вас экипаж Естественно В этом случае Вам может повезти В том плане Что танкисты Бывают Из Сталлиниума Сделаны В нашем случае Из Немециума Германиума Чего бы там Это не было И могут пережить 1-2-3 попадания Из пулемета Ну и опять же Иногда получается Ситуация Что противник Не может нормально Прострелить щитки Если это мелкашки Какие-то В общем Как-то существовать Можно Плюс На самом деле Здесь есть Довольно забавная История Что можно Поднять Бортовые Экраны У данного аппарата В этом случае Вы получите Дополнительную Защищенность От пулеметов В данном случае Вы получите Также сниженную Скорострельность Что уже Серьезно Влияет Наверное На характеристики Машины И при этом Сами по себе Бортовые экраны Всего лишь Пятимиллиметровые То есть они Даже пулеметами Будут пробиваться Так что Поднимать их Не имеет особого смысла На мой взгляд По крайней мере Да и перезарядка Становится почти 8 секунд Оно того не стоит Но коробочка Выглядит забавно Конечно В этом случае Если эти Экраны Опустить То они Имеют свою коллизию И это самая Бесячая штука В FW В принципе Он же Самый широкий Танк этой игры Получается Он нереально Огромный Эта раскрытая розочка Своим бутоном Цепляет все деревья Подкрасться Кому-то Просто невозможно Очень часто Будут ситуации Когда вы Куском этого Борта Зацепились за какой-то Камушек Просто не смогли Проехать дальше Вас развернуло Скорости наведения Не хватает У вас раскачка Естественно Никакого стабилизатора Нет Вы развернулись Бортом под противника Который вас в лоб Бы своей мелкашкой Не пробивал А вот в борт Где его нет Этого борта Он вас спокойно Сейчас расстреляет Весь экипаж Короче жопа В таких ситуациях Может полыхать Но В остальном Это все Довольно Неплохо Живет И при этом Если грамотно Как-то простраивать Маршрут То не так сильно Вы зацепитесь Этими экранами За какие-нибудь Препятствия Хотя Безусловно Бывают союзники Которые будут вас Толкать Сами того Не понимая Естественно Ничем хорошим Это не кончится Ни для вас Ни для ваших союзников Потому что вы Серьезную огневую мощь Представляете У своей команды Подвижность Самое главное У этой платформы Тоже есть Не абы какая Но вполне себе 360 лошадиных сил На 26 тонн массы Это дает нам Порядка Там 14 лошадок На тонну Передвигаемся Как типичный Средний немецкий танк Это неплохо Максималка 60 И даже назад Мы можем отъехать Что не всегда Типично для немца Правда Здесь я вас Немножко обманываю Со скоростью Лишь в 5 км в час Но это на 20% Быстрее чем Пантера У нее 4 Так что Здесь Если вы подставились То придется Разворачиваться И улепетывать перед Разворачивается Кстати Данная телега Неплохо Да и максималка Вперед Позволяет добраться До позиции Хоть как-то По итогу Мы получаем Жуткую огневую мощь Но не очень удобное Наведение И неплохую Живучесть Против тех врагов Которые по вам Стреляют каморниками Которые не взводятся Зачастую Практически всегда И если не срабатывает Халбрейк А он часто Не срабатывает Стоит только Встретить Кумулятивы И будет больно Стоит Также Сейчас Встретить Довольно Часто Встречающиеся Явления Недомажищих Каморников И странных Рикошетов Этих объемных Снарядов Или непробитий Тоже будет Неприятно Но в целом ВФW Позволяет Добиться Чрезвычайной Эффективности И в бою Это Очень Грозный Боевой Аппарат В общем Если он у вас есть Или вы каким-то образом Себе его на аккаунт Добудете Я думаю Что вы не разочаруетесь Ибо 3-5 фрагов На нем делать Вполне нормально И это много То есть В среднем По больнице Это крайне Эффективный Аппарат Просто за счет Своей живучести И дикой Скорострельности Вкупо с хорошим Пробитием орудия Вам Сработает Но второй Выстрел врага Переубедит Оставаться На поле боя Так что Это определенно Классный аппарат Он точно заслуживает Вашего внимания И если вы его встречаете Ну Знаете Стреляйте Ему В левую часть Там у него И наводчик И заряжающий И командир А лучше вообще Стреляйте в корпус Или кумулятивом И тогда смерть Приходит Легко Ну а На этом на сегодня Все Всем удачи Благодарю всех За просмотр Увидимся в следующих Видео И пока-пока